Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. Сегодня у нас, короче, автоэксперименты. Многими любимая рубрика, и робот сегодня решил наблюдать за всем лично, потому что эксперименты мы будем проводить, как вы поняли, из названия этого видеоролика, над Жигулем. Над Жигулем, с которым когда-то мы с роботом работали вот в этом вот видеоролике. Что ты думаешь по этому поводу, жестянка? Я думаю, что ссовывать лизуны в двигатель это плохая идея. Да почему засовывать лизуны в двигатель, это не лучшая идея. Это отличная идея. Собственно, сегодня мы и проверим, что у нас будет интересного происходить. Вот, мы уже слили масло, потому что было бы неинтересно. Но мы еще слили это масло не просто так, мы слили его, так сказать, интереса ради, потому что мы сюда много чего заливали вот в этом вот видеоролике. Так, робот, проведи анализ масла. Есть ли там посторонние какие-то предметы? Провожу анализ масла. Так, и что показал анализ? Анализ показал то, что ты дегенерат, Виа. В смысле я дегенерат? Причем здесь масло и я дегенерат. Короче, робот, я буду заливать лизуны. А масло сливали не сами, ребят. Поприветствуйте нового члена команды. Это Гордей. Гордей механик. Он слил нам масло. Ребят, для тех, кто не знает, короче, лизуны это слаймы. Мало ли, кто-то не узнал. Вот купили мы таких слаймов. Это у нас, представим себе такую, смоделируем ситуацию. Масло в двигателе может пропасть вообще на ура. Потеряли пробку, отлетел масляный подон, а залиться надо. И представим, что у вас под рукой там ехали с детьми на дачу. И вот у них только слаймы. И проверим, могут ли эти лизуны и слаймы работать, как смазочные материалы сегодня. Заводи робот, покажем, что двигатель работает. Заводим петельцы за щеку, а двигатель запускает. Двигатель троит, но работает. Хорошо работает двигатель. И может быть сегодня нам удастся его уже, так сказать, успокоить этими лизунами. Да, робот? Можно было бы его просто починить, а не ломать дальше ВИА. Ты что-то перегреваешься на морозе. Отключи это, отопление дополнительно, а то у тебя из глаз пар идет. Отключаю. Купил я много разных лизунов. Не то, что прям очень много. Вот есть такой вот с аплосомами. Очень стажеры мне напоминают этот тип. Есть со вкусом облепихи. Есть со вкусом ванили, короче, вот такой вот. Еще есть, наверное? Вот, знаешь, написано, короче, слайм баттер. Типа, знаешь, переводится как слаймовое масло. Я подумал, что на хлеб намазывать, что ли? Слайм, который размазывается по поверхности, будто масло. Упругий, глянцевый и такой приятный на ощупь. Масло... Дорогие они. Ну, а что ты хотел-то, вот? Короче, на самом деле, эту всю идейку, буду потихоньку заливать, эту идейку я подглядел на гараже 54 канал. Вот мы к ним ездили в гости. Вот, можете посмотреть по подсказочке. И они много чего делают с двигателями, вот этими жигулевскими. И туда заливают всякую штуку. Я подумал, а что бы нам тоже что-нибудь такое не залить, эксперимент ради. Чтобы посмотреть, что же все-таки, может быть, как-нибудь убьет этот ВАЗовский двигатель, а? На самом деле, за это я бы хотел сказать своей партнерке на YouTube. Уже очень долгое время мы с ними работаем. Я бы сказал, лет 8, может быть, больше. Очень долгое время я работаю с партнеркой Юла. Это партнерская компания, которая помогает нам во всем. Например, они нам помогли сконтачиться с гаражом 54, подружиться и организовали нам поездку туда. И, между прочим, даже оплатили перелет мне и оператору. И это было очень здорово и приятно. Поэтому, если вы хотите тоже достигать ютуберских каких-то достижений и всегда двигаться в правильном направлении, я бы порекомендовал вам партнерскую сеть Юла. И, в конце концов, помимо всяких таких вот, так сказать, роскошных дел, они помогают еще и с повседневными делами. Например, решают вопросы со страйками, решают еще какие-то вопросы с оптимизацией на YouTube, помогают оптимизировать вам ваши видеоролики, постоянно консультируют. И, в общем-то, партнерка реально годная, прикольная. Там очень много партнеров крутых. Например, я, Наргенштерн и Егор Крит, по-моему. Да, вот так вот. Понимаете, с кем я на уровне? Ну да ладно, с этим все понятно, давайте вернемся к нашим лизунам. Масло, как я и говорил, нам уже Гордей слил. Видали, какое имя у нашего механика? Тоже на уровне, с кем мы работаем, собственно. Ой, это что такое? Там какая-то дичь. Это что такое? Пауки. Пауки в жигулях. Вот так. Ай, ты куда пошел? Блин. Все, залазь. Все, блин. Да кого залазь, он уже заледенел. Так, у меня много таких, не переживайте, друзья. Давай это вот закинем. Залазь. Да куда я залезу? Да вон он там. Рукой дотянись. Ай, е-мое. Все, закидывай. Да как его закинуть? Это не так уж и просто. Ну вот на самом деле, мне кажется, то вот масло, почему я взял масло? Потому что это же масло. То есть это лизуны, а там вот слайм-баттер. Слаймовое масло. Вот, все, пошел. Давай. Ну сейчас немножко холодно, поэтому не такое же. У нас не 25 сегодня. Да. О, смотри как ушел, блин, ты не заснял. Он так пришел. Он так. Мдунык туда ушел. О, дым пошел. О, нормально, нормально, хорошо. Я думаю, лизунов надо туда много. Такая дичь вообще. С паука прямо. Так. Надо, короче, бывает воронка для масла, надо придумать какую-то лизунячью воронку, чтобы туда это дело заходило. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, говорю, так-то они более жидкие обычно-то просто из-за температуры. Они вот уже становятся... Сейчас, смотри, сейчас опять он туда так. Шлюп. И все, пошел. Давай. Ну, давай туда-то. О, нормально. Все, сейчас он будет там все это обволакивать дело. И что, не знаю. Давайте побольше этих лизунов зальем и уже будем заводиться. Третий лизун. Четвертый пошел. Маленький вопрос. Смотри, лизунов получается на... Ну, клаймов. Да ты задолбал, написано лизун. Ты не путай, пожалуйста, вот это лизуны. А вот это слаймы. А я тебе так скажу, что еще есть другие слаймы. Я тоже купил. Но они самые дорогие. Вот, смотри. Это слайм. Это слайм. Вот он прям отличается вообще конкретно. Это уже вообще нанотехнологии какие-то. Вот. Понимаешь, это вообще что-то другое. Это супротек какой-то, понимаешь? Как его засовывать в жигули, я не представляю вот эти слаймы. А лизуны как бы заходят. Не знаю, вот. Холодно очень. Рукам холодно, ребят. О, как вкусно пахнет. Стажер, иди сюда. Недавно тебя вспоминали. Вон, смотри. Я говорю, вот этот тип на себя похож. Вот, держи тебе игрушка. Че, фу-да, это слайм. Так вот, вопрос у меня к тебе. Нет, он сюда не лезет. Это нафиг надо. Я печку включил, мне в лицо вылетит. Там робот включит, не переживай. Так вот, такой вопрос, Дима, к тебе, как к эксперту по жигулям. Сколько нужно масла? Мы же масло слили тут прилично. Тут литра два, наверное. Пощупай, посмотри. Точно, мы еще щуп не проверяли с лизунами. Но я про другое. Я говорю, сколько нам нужно лизунячьего масла? Три литра. Три литра. А сколько в баночке каждой? Ну-ка, посмотри. 150 грамм. 150 грамм? То есть, сколько нужно баночек? Очень много. Иди, еще покупай. У нас еще целый пакет лизунов. Я подготовился. Только вот, что-то надо прогреть. Надо прогреть масло, мне кажется. Потому что, мне кажется, еще даже до щупа оно не дошло. Оно наверху все остается у нас. И уже не получается запихивать его даже туда. Давайте попросим робота запустить. И посмотрим, что будет. Запустили двигатель с лизунячьим маслом. Со слаймовым маслом. Так, это какой-то новый звук был. Какого раньше не было. Ну, пока работает нормально. То есть, каких-то сложностей, каких-то особенностей я не слышу. Давайте посмотрим, что у нас там. Я не знаю, может, и слаймы не налипают на щуп, конечно. Но кажется, как будто бы у нас пустой двигатель. Что это? Желе лизуны? Непонятно. Это непонятно, ребят. Оно остается все равно, блин, сверху. Надо его конкретно прогреть, я думаю. Конкретно перегреть двигатель. Чтобы с лизуны, как сказать, начали обволакивать всю систему смазочную у двигателя. Так, попрогревали движок. И смотрите, у нас получается, получилось уже действительно как масляная пленка из лизунов. Прям как надо работает это дело. Реально, с лизуны, получается, они смазывают двигатель-то. Но, как я и говорил, как я и говорил, этого мало. Потому что, ну что, вот у нас тут получается 5 баночек ушло. И вот это вот, минус 25, сказываются. Нет, 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 нет. А все, а в печке, а в печку ушло уже. Ну-ка, на аккумулятор нельзя. Так вот, а на щупе, а на щупе появились ли лизуны? Слушай, робот сейчас придет, тебе такого устроят за это, а? Короче, лизунов на щупе не появилось. Значит, лизунов еще мало. Давайте дольем еще лизунов. Все-таки, я думаю, если масло заливать, то надо масло заливать. Стажер, ради помогай мне открывать эти, как они работают-то. Просто в перчатках не очень удобно, а без перчаток можно без пальцев остаться. Интересно, вот как она внутри. То есть, с этими лизунами мы все поняли. А вот как это работает с этими лизунами? Типа коробочка многоразовая, что ли, да? Да ема. Потому что она что-то мерзла уже. Да нифига. Просто. Так, все, короче. Короче, да. Ой. Ну-ка, ну-ка. У меня с ванилью. Давай. Ой. У меня влепиха. У меня... Ну, что это такое? Как этим играть? Это что? Масло. Что там написано-то было? У меня, шляп, приклеилась к микрофону. Ой, черт. Слайм, который размазывается по поверхности, будто масло. Упругий, глянцевый и такой приятный на ощупь. Масло в руках, которое не тает. Короче, не самая приятная штука на свете. Посмотрим, как она поведет себя в двигателе. У нас сейчас вкусно пахнуть будет, как радиатор. Кстати говоря, цвет предыдущих лизунов совпадал с цветом Тасола. Блин, тут параша какая-то редкостная вообще. Как этим играют-то дети? Это невозможно играть. Это вот... Очень... Ба-я-лин. Это что, это игрушка, что ли? За 329 рублей разводняк какой-то, ну... Ё-моё. Ну, хотя бы по плотности напоминает этот... Литол. И вот, сейчас как будто бы мы литолчик в двигатель отправим. Это жесть, этим невозможно играть. Это просто... Механик, что за фигня? Почему у нас масло такого качества? Вот. Вот облепиховая, слушай, классно пахнет. Ваниль вообще ни о чем. А вот облепиха, сейчас посмотрим, как она себя ведет. Ну, вот сейчас тут уже объем побольше. И тут уже мы приблизимся примерно к тому объему, который должен быть у нас в двигателе. А именно там 3 литра где-то получается. Короче, развери меня конкретно в магазине. Ну, может, тем же лучше эксперимент-то ради. Представим такую ситуацию, что у вас некачественный слайм в машине оказался. Да смотри, я просто весь уже измазался в этой игре. Так, залили. Давай, стажер, заводи, пока у нас листянки нет. И погреем двигатель хорошенько, погреем. Так, ребят, что-то у нас поработала немножко машинка. Мы перестала работать, аккумулятор сел, прикурились. Ну-ка, стажеры, покажи, что у нас там происходит. Пусть он пахнет так-то. У нас двигатель застучал, друзья. Надо масло доливать срочно. Срочно. Нужно долить. Ой-ой-ой, смотри. Смотрите-ка, что там происходит. Так. Надолив. Не льется. Надолив, надолив. Вот так вот. Сейчас еще добавим. Потому что у нас много масла-то надолив. Знаете, что происходит? Би ванилей. Я вот прежде, чем заливать лизунов, я заметил, что как бы масляная пленочка после слитого масла все равно осталась. А потом, после того, как мы добавили лизунов, значит, что произошло? Мне кажется, эта масляная пленка, она пропала. Я предлагаю еще лизунов сюда залить. Еще все, что у нас есть. И уже прям конкретно дать ему поторабанить. Вот ваниль пахнет, извиняюсь, не пойми вообще чем. Хотя должно ванилью. Так ты потом из дырочки куда заливаешь, понюхай. Там такой коктейль интересный будет, я считаю. Вот. И оказывается, вполне себе возможно, что лизуны у нас эту масляную пленку, которая должна была защищать двигатель от повреждения. Себя съели. Они, да, они его как бы шлюк-шлюк-шлюк. Надь, еще один давайте-ка нам слайм. Вот такие разноцветные, прикольные. А да я просто зачем их столько лью, я хочу увидеть, чтобы наступили лизуны были. Мне кажется, они уже там есть. Давай проверим. Оп. Не, нету. Ну блин, они скорее всего просто не налипают. Я еще очень хочу. Давайте в конце... Вон волос от лизуна. Прям с краешку висит. Волос от лизуна. Давайте в конце этого видеоролика еще поддон, короче, снимем и посмотрим, как это все выглядит. Пусть прям до этого, до талого будет. А то невозможно положить жиговские двигатели, невозможно. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Механик Гордей, можно ли положить двигатель лизунами? Сейчас посмотрим. Ладно, хорошо. А мне почему-то кажется, что уже, да, мы уже где-то рядом, ребят. Для кого-то ты знаешь, как он может стучать. На стучащем движке можно всю жизнь проездить. Ну так-то да, есть такое. Тем более на жиговском моторе. Не доездили на стучащих двигателях. Ну все, ребят, посмотрите, короче, уже доверху мы налили лизунов. Они прямо, вот что называется, доверху. Прям больше некуда. Давай, давай. Так, давайте. Ну, спасибо. Но заводится он с пол оборота, как говорится. И даже на высоких оборотах не слышно, как стучит. Или он исцелился, перестал стучать. Лизуны помогли, ребят, а жилыкую. А нет, стук есть, стук есть. Хороший такой стук. Хороший стук есть. Посмотрим, как оно будет дальше. Подглыхает, подглыхает. Это тяжело ему крутиться, видимо, с лизунами. Лизуны же у них же вязкость-то все меньше и меньше от температуры становится. И двигателю вот этого тяжелее крутиться. Такс. Ну, пока ни о чем не говорит. Понимаю, если бы не крутился. Да, вот если не крутился, это другой разговор уже совсем. Ну, что такое? Механик горней. Хорошо, вот так вот, держи ее, держи, вот так вот. Держи, держи, держи ее, держи. Давай, качай ногу, давай, давай. Держи ее. Нет, не отпускай, не отпускай, стажар. Короче, у нас скорее предположение, что мы как-то топливной системе навредили. Потому что уже сильно он не крутит. И максимальные обороты, он, че как в бане стоют. На максимальные обороты он не выходит у нас. Вот. И это. Но, короче, чем-то мы повредили. И мы услышали явный стук. То есть двигатель у нас застучал, это факт. И это произошло от того, что как бы масляную пленочку смыло. Но, по факту, на тороящем, на пернящем, на стучащем двигателе еще можно ездить, жить и работать. Но сейчас мы повредили как-то топливную систему. И продолжать эксперимент будет смысл, только если мы эту топливную систему как бы восстановим. Посмотрим. Давайте сейчас, чтобы не быть голословными, снимем поддон. И посмотрим, как это все, вся эта лизунячья смазка выглядит. Ну, че, получилось снять? Ну, да, ее год мы сняли. Ну, когда ты меня нанимал, выгорели, у вас тут элитный сервис. А что-то получается немножко как-то не так. Так, все нормально тут, ты че? У нас еще будет, у нас, видишь, стройка полным ходом. Вот, видишь, мы тут прибираемся, делаем. Ты, ты, так сказать, ты один из первых. У нас очень... Один из лучших. Один из лучших, да, у нас много клиентов. Ты не переживай. Давайте посмотрим, что у нас под... Как эта штука называется? Клапанная крышка. Вот, под клапанной... Ё-моё, вот это трешняк. Смотри, это спорттюнинг. Да. Целый цветный, я такого не видел еще. Вот, вот о чем я говорил, о чем я говорил. Видите, вот она. И здесь нету масляной пленки вообще. То есть вот так вот она выглядит, эта масляная пленочка. Вот, для эксперимента. То есть я здесь вот потер пальцем. И вот здесь вот, оп, пожалуйста. Вот, а такая пленка масляная должна быть на всем двигателе. И лизуны ее, получается, слизали. И вот здесь вот как раз-таки могло произойти вот этот засор топливной системы. А ты что значит, это запах-то какой-то? Запах, короче, вообще дичь полная. Это на самом деле треш. Но мне интересно, сколько вот этих лизунов попало в поддон. Давайте его тоже сдернем и посмотрим. Так, ну что у нас получается? Достаем поддон. А что масло нормальное получается, да, механик? Ну чуть-чуть, кисель будем. Жесть. Но подожди, это все, это как раз-таки масло, которое смылось, да, получается, мы же сливали. Отставки масла, да. Да, и вот эти лизуны. Это слаймовое масло. Так. Как получилось, у нас это попало в двигатель и, скорее всего, пропала компрессия. Компрессия пропала, почему? А потому что забило. Сколько? Маслица. Это масло вверх. Жесть. И вот это, да, это все было в двигателе. Этим уже детям не поиграть. То, что, мы же мы поиграем тогда. Это взрослый уже. Взрослый слайм. А что, она сейчас заведется без поддона? Да. Только все масло вокруг будет. Блин, да, все вытечет нафиг. Ну, что по итогу, что по итогу. Ладно, фиг с ним. В принципе, разобрались, поняли, что двигателю хана. Мягко говоря, не сегодня, так завтра. Давайте выгоним, покажем роботу, что там у нас с этим всем получилось. Короче, это беда. Прости, робот, я не хотел. Ну, как не хотел, хотел, конечно. Это просто ужас. Да не переживай, найдем на аукционе тебе новую машину, будешь с ней проекты собирать. Или сам найдешь. Да, или ты купишь. Нафига вы его обратно собрали? Ну, короче, остались мы без жигулевского двигателя. Лизуны его уничтожили. В общем, вот такой вот нестандартный веселый ролик, эксперимент. Мы поняли, что слаймы влияют на двигатель пагубно. Ребят, на двигателе было порядка 30, может быть, максимум 40 тысяч пробега. И он застучал из-за слаймов. Это типа дороги. Вау. С вами был я, Вячеслав Смылов или Живи. А мы с вами увидимся совсем скоро. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. А также комментируйте, ставьте лайки и не забывайте смотреть ролики, которые выходят каждый день специально для вас. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.